МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далгоповский инновационный центр открывает свои двери. Очередной подарок для жителей многоквартирных домов и не только под Новый год подготовил поставщик природного газа Латвия с газом. С 1 января компания меняет свою тарифную сетку, снижая стоимость кубометра за голубое топливо для домашних домохозяйств с более высоким потреблением и увеличивая тариф для семей с меньшим потреблением газа. В частности, для домашних хозяйств, которые потребляют до 250 кубометров природного газа в год, конечный тариф с налогом на добавленную стоимость и акцизным налогом с 1 января 2023 года повысится на 11% и составит около 2 евро-3 евроцентов за кубометр. Сегодня мы платим за природный газ из расчета 1 евро 83 цента за кубометр. Зато для домохозяйств, которые потребляют от 250 до 500 кубометров природного газа в год, тариф снизится на 31,1% и составит порядка 1 евро 16 центов за кубометр вместо сегодняшних 1 евро 70 центов. Для домашних хозяйств с потреблением от 500 до 25 тысяч кубометров природного газа в год тариф снизится на 23,8%. Указанные расценки будут действовать с 1 января по 30 апреля следующего года. И со следующего года также вырастет фиксированная плата за услуги распределения природного газа. 1 июля 2021 года на административно-территориальной карте Латвии появилось новое самоуправление «Аугж-Даговский край», которое объединил в себе бывшие Даговский и Иовский края. Соответственно, стал вопрос о создании нового герба нового самоуправления. Жители Латгалии и Селии настаивали на том, чтобы в новом гербе были бы сохранены фрагменты прежних геральдических знаков. Что из этого получилось, об этом далее. Уже больше года прошло с момента создания Аугж-Даговского края, и больше года новое самоуправление, которое объединило в себе Даговский и Иовский края, жило без герба. Кто-то скажет, невелика беда, но на самом деле герб – это не просто дань традиции или чья-то прихоть. Герб – это признак самостоятельности, а познавательный знак – геральдическое наследие. Которое передается дальнейшим поколениям. А потому к процессу создания герба все и всегда подходят очень ответственно. Это достаточно емкий процесс. Следуя процедурой, мы привлекли к этой работе молодого, но уже с богатым опытом, мастера по геральдике Эдгара Симса, который является автором многих гербов, городов и кровь Латвии. Буквально недавно он презентовал герб Селии. И именно ему была доверена эта работа, которую он с большим воодушевлением начал еще в прошлом году. Конечно, участие в процессе создания такого важного для края знака принимал не только художник, но и представители самоуправления. Дискуссии были достаточно жаркими. Изначально мы получили три варианта идеи будущего герба, но комиссии и руководство самоуправления остановили свой выбор на одном варианте. Он тоже не был окончательным, и в этот эскиз были внесены визуальные изменения. Но, наконец-то, 24 ноября, на заседании Думы, этот вариант герба был подтвержден депутатами Аугжаговского края. Сложность создания герба Аугжаговского края заключалась в следующем. Ранее у Дауговского края и Илугского края был свой герб. И жители некогда самостоятельных, независимых друг от друга самоуправлений, в новом гербе хотели видеть элементы, которые характерны и для Селии, и для Латгалии. Понятно, что мы не могли использовать, улучшив, интегрировав друг в друга прежние гербы. Поэтому было принято решение о создании нового, который содержал бы в себе элементы двух прежних. Мы очень хотели оставить флаг как символ того места, где находится Аугжаговский край, а это приграничная территория Латвии и Европы. И флаг – это символ защиты границ края государства. Флаг – это символ нашей веры, которую мы пронесли через века, начиная со времен рыцарей. А дуб – это уже знак Селии и Илугска. Герб отображает еще один очень важный для нас элемент. Это Даугова, Даугова-слоки. И, конечно, это цвета. Синий и зеленый характерны для бывшего Дауговского края, зеленый и серебряный для Илугского края и Селии. В процессе создания нового герба приняли участие и жители края, которые стали участниками опроса. Самоуправление получило более 50 анкет, в которых люди высказали свои пожелания. И радует тот факт, что мнение жителей, некогда двух разных самоуправлений, практически совпало. А 8 декабря стало известно о том, что Геральдическая комиссия утвердила новый герб Аугжаговского края, который уже помещен на первую страницу муниципального сайта Аугжаговского самоуправления. Уже завтра для детворы и взрослых распахнет свои двери Даугопольский инновационный центр, который прошел через перезагрузку и готов открыть тайны вселенной и бытия. В преддверии этого события в инновационном центре побывала и наша съемочная группа. 1 июля 2015 года в Даугополсе в здании бывшего кинотеатра Ренессанс открылся центр любознательности Зино, который впоследствии был переименомен. В это же время аналогичные центры были открыты в Риге, Цессисе, а чуть позже и в Лепое. Надо отметить, что уже тогда Зино был весьма популярен у детворы, но с развитием науки и технического прогресса стало очевидным, что центр нуждается в перезагрузке. А чуть позже появилась и возможность для реализации своих планов привлечь финансовые ресурсы для развития. И таким образом за два года был создан Даугопольский инновационный центр. В нашем центре задействованы сейчас два кинозала. Они поделены немножко по темам. В этом зале, в котором мы сейчас с вами находимся, предпринимательская зона, зона больше биологии. В большом зале у нас физика, климата Пармайнес, лаборатория, межсаймные циба. Чтобы не было все в одну кучу, немножко мы так разделили. Фойе мы тоже оставили. Там будут наши старые полюбившиеся экспонаты, которые служат нам уже 7 лет. Деятельность Даугопольского инновационного центра направлена на развитие интереса и развитие знаний в сфере естественных наук, технологий, инженерии и предпринимательства. Центр нужен, чтобы дети могли углубиться в науку, в какую-то тему. Более, как сказать, раскрепощение, да, это проще, это в виде игр, возможно, в виде игр что-то, краски, цвета тоже способствуют какому-то мышлению, творческому детям помогает это. Все учащиеся в Дугавпилских учебных заведениях могут прийти к нам бесплатно, организованно со своим учителем. Заранее записаться надо. Они могут прийти как на нашу услугу, да, у нас есть определенные занятия, которые связаны с нашей STEM-юмой и с экспонатами, либо учитель может посмотреть, ну, изучив наши экспонаты, да, он может подумать, как он может, используя этот центр, провести какой-то свой урок. Открытие нового, перезагруженного Дагу-посконционного центра состоится 10 декабря. Попав сюда, в эту большую научную лабораторию, каждый посетитель найдет для себя не только развлечения, но и получит новые знания. И кто знает, возможно, именно с посещения этого центра кто-то сделает свой первый шаг на пути великих научных открытий. Изделия из ливанского стекла смело можно отнести к произведениям искусства. И тому свидетельство те работы, которые создавали, продолжают создавать ливанские мастера стеклодума, с творчеством которых, и которых можно узнать, посетив ливанский центр стекла и ремесел. К слову, в этом году это учреждение культуры получило награду года в сфере туризма. Подробности в сюжете наших коллег из Екапелса. Ливанский центр стекла и ремесел является одним из семи учреждений туристической индустрии Латгалии, который стал обладателем награды года, оставив позади себя других представителей туристической отрасли Латгалии. Церемония награждения прошла 1 декабря в Аглоне, как раз в преддверии празднования 19-летия центра с момента его открытия. Центр был открыт 2 декабря 2003 года. В этот день он впервые открыл свои двери. И сегодняшняя награда – это подарок нам на день рождения. Оказавшись в Ливанском центре стекла и ремесел, посетители могут ознакомиться с выставкой работ бывшего Ливанского стекольного завода, а также с экспозицией ремесленники Латгалии XIX-XX веков. Конечно, внимание туристов приковано и к работе стеклодувов, и к их мастерской, где можно воочию понаблюдать за процессом создания изделия стекла под руководством опытного мастера по стеклу Александра Логвина. В центре расположена постоянная выставка работ художника стеклодува. Здесь же реализуются многочисленные проекты и мероприятия. Так, 18 ноября проект «Чувство стекла» завершился открытием нового вернисажа, в котором Александр Логвинш в изделиях из стекла воплотил творческие идеи десяти латвийских и литовских художников. Ежегодно мы привлекаем почти 10 тысяч посетителей. Мы входим в топ-10 в Латгалии и в топ-5 самых посещаемых объектов в Ливанском крае. Мы самая большая туристическая достопримечательность Ливаны, за что и получили высокую оценку от наших коллег. Конечно, мы этому очень рады. Для справки, Ливанский стекольный завод, прекративший свою работу 14 лет назад, был крупнейшим предприятием по производству изделий из стекла в странах Балтии. И хотя легендарного предприятия больше не существует, пламя в печах Ливанского центра стеклоремесел горит почти каждый день. Декабрь – это самое горячее время для Латвийской почты. Латвийцы отправляют письма, поздравительные открытки, а также посылки в надежде на то, что в том числе и сладкие подарки равны и получи своевременно. В то же самое время люди надеются, что и они получат от своих близких праздничную посылку. Аккурат к праздникам. Правда, чтобы ее получить, следует задекларировать ее. Об этом далее. Кто из нас не любит получать подарки? Конечно, любим, особенно если тебе его прислали с другого конца земли. Но получая такую посылку из стран, не входящих в Европейский союз, в том числе и из Великобритании и Норвегии, не забудьте ее задекларировать. Правда, налоги нужно платить только в том случае, если стоимость посылки превышает 45 евро. Если общая стоимость подарка не превышает 45 евро, налог платить не нужно. Но это только при условии, что отправитель – частное лицо, и посылка не имеет статуса коммерческой. В этом случае задекларировать посылку все равно придется. Итак, если стоимость посылки варьируется от 45 до 150 евро, то получателю придется заплатить только налог на добавочную стоимость. Если стоимость подарочной посылки свыше 150 евро, придется платить как налог на добавленную стоимость, так и таможенный налог. Подать декларацию в СГД можно самостоятельно через систему электронного декларирования СГД или возложить эту обязанность на почтового оператора. Обращаем ваше внимание, если отправитель посылки, который живет в Великобритании, в графе «Вид посылки» отметит не подарок, а другое, то посылку классифицируют как коммерческую, и получателю придется заплатить налоги с полной стоимостью посылки и от стоимости доставки. Заполняя декларацию на подарочную посылку, стоимость доставки учитывать не нужно. Нужно указать только стоимость товара в посылке, а ячейка «Стоимость доставки» должна остаться пустой. Предрождественская пора Предрождественская пора – это время, когда каждому из нас следует остановиться и подумать о тех, кто находится рядом с нами, и в поле зрения нашего внимания не попадают вообще. А ведь, возможно, кто-то из них нуждается в нашей помощи, поддержке, внимании, ведь зачастую достаточно одного разговора по душам, чтобы вырвать человека из кромешной пустоты. В преддверии Рождества и Нового года общественные организации проводят самые различные благотворительные акции по сбору средств и подарков, чтобы в это волшебное время года человек не чувствовал бы себя одиноким. Подробности в нашем следующем сюжете. Все говорит уже о том, что приближаются рождественские новогодние праздники. Многоцветные яркие огоньки, украшенные ели, сказочные персонажи, которые появились на улицах, скверах и площадях Таугоплса. Бесспорно, настраивают всех нас на волшебную атмосферу, которой хочется насладиться в полной мере. И поэтому очень важно, чтобы в это время никто не чувствовал себя одиноким. И мы можем сделать это, ставь участником одной из многочисленных благотворительных акций, которую сегодня проводит Таугопская молодежная организация «Апельсин». Это уже стало доброй традицией в преддверии рождественских и новогодних праздников дарить подарки постояльцам домов престарелых. В подарок, в принципе, вы можете положить все то же самое, что и своим близким. Человек из пансионата никак не отличается от вашего родного человека. Это могут быть сладости, теплые вещи, какие-то средства гигиены, что-то связано с Рождеством. У нас также есть люди, которые написали, что им нужны конкретно обувь, спортивные вещи. Это тоже все можно дарить. Главное условие, что это должно быть новое, так как это все-таки подарок. Но вы можете порадовать тем же, чем вы радуете своих близких. Екатерина рассказывает, что сама идея благотворительной акции была заимствована. Но разве это важно, когда речь идет о благом начинании? Началось все с такой вселадвийской акции «Энгелю паст». Мы увидели, что есть такая возможность подарить подарок конкретному пансионеру, выбрать и отправить. Посмотрели. По итогу мы поняли, что мы сами можем не только одному, но и всему пансионату, потому что их желания на самом деле очень скромные. И так получилось, что мы с девочками с организацией обсудили, решили собирать. Люди откликнулись. И сейчас мы просто уже не можем это так остановить, потому что даже когда мы еще не объявили, нам уже звонили и спрашивали, ну что, когда, что можно жертвовать, куда вы едете. С каждым годом число тех, кто получит новогодний подарок, увеличивается. Так и в этом году. Планируется собрать 305 презентов. Успех зависит от каждого из нас. До этого примерно так и было. 250-200 человек. Просто каждый год мы добавляем по пансионату, и так получается, что увеличивается число этих людей. Просто делать добро – это хорошо. Сбор подарков будет проходить в Даугополсе в магазине «Риме» на улице Циетокшня, 72А, который расположен возле Даугополского олимпийского центра в течение нескольких дней. Так, 10 и 11 декабря с 11 до 14 часов, 16 декабря с 16 до 19 часов, а 17 и 18 декабря с 11 до 14 часов. И в завершении программы о погоде. В предстоящие выходные осадков не ожидается, но уже в воскресенье вечером воздействие циклона вновь усилится. В субботу ожидается переменная облачность, температура воздуха днем опустится до минус 3 градусов, ночью похолодает до минус 4, в воскресенье станет чуть холоднее, прогнозируется мороз до минус 5. А в ночь на понедельник территорию страны с юга начнет пересекать обширная зона осадков. Во многих местах ожидается интенсивный снегопад, возможно, метель со значительным ухудшением видимости и снежными заносами. Также очень высока вероятность того, что в некоторых районах страны, в основном на востоке, будет наблюдаться ледяной дождь. Днем температура воздуха будет от минус 2 до минус 7 градусов, а по ночам столбик термометра опустится до минус 13-14 градусов. В конце следующей рабочей недели ожидается преимущественно облачная погода, интенсивность снегопадов снизится. Местами толщина снежного покрова приблизится к 50 сантиметров, будет преобладать слабый или умеренный южный ветер. Температура воздуха в основном составит от минус 2 до минус 8 градусов. На этом все. Всем хорошего вечера. До свидания. Ритуал Мерклес оказывает полный спектр услуг, начиная от большого ассортимента ритуальной атрибутики по низким ценам до организации захоронения. Ритуал Мерклес – единственный, кто помогает провести усопшего в последний путь и предать его земле. Цель Ритуал Мерклес – помочь людям в самый сложный период их жизни и взять на себя ответственность за проведение всего ритуального процесса. Ритуал Мерклес совершенно бесплатно решит за вас все бумажные вопросы на получение пособия ВСАА и всех других необходимых документов, в том числе и свидетельства о смерти. Офис компании Ритуал Мерклес находится по адресу Дагопилс, улица Сахни, 16, дробь, 17, вход со двора. Время работы по рабочим дням с 8 до 17 часов. Телефон для справок 248-77-333 или 205-07-444. С более подробной информацией можно познакомиться на сайте компании RитуалМерклес.лв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова